Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я думаю, что по истории будет несколько понятно в чем проблема. Мы с мужем долгое время жили в однокомнатной маленькой квартире, которую купили мои родители мне, хотя собственность ее на меня не обшумляла. Полтора года назад у нас родился сын. С этого момента понеслась история с бесконечным давлением моих родителей на меня, что необходимо купить квартиру побольше, что они хотят взять в ипотеку, но и себя надо быстро выбирать и так далее. Мы с мужем не были готовы к этому и хотели как-то справиться со своими силами, либо с их минимальной помощью. Жестко отказались, тогда был конфликт. Несмотря на это родители не отстали от меня и продолжали капать мне на мозг. Я очень долго отбивался, но в какой-то момент у нас с мужем испортились отношения и на очередное предложение я была готова согласиться, даже если муж откажется, потому что у нас ничего не меняется. Наши задуманные планы никак не получалось осуществить. Устала жить в коморке, где все уже разваливалось, ремонт никто не делал за все время. В общем, я уговорил мужа согласиться на предложение родителей. Они купили квартиру, потом родители начали наставить на том, что они нам оплатят кухню. Мы об этом не просили, решила согласиться, но сейчас они настаивают на покупке сразу дорогой кухни, чтобы она долго прослужила. Муж сказал, делайте что хотите, он был против, но вроде согласился, но теперь родители взяли и купили диван. Под предлогом, типа это мы для себя, не понравится, увезем в маленькую квартиру. Я пригласил их отговорить от покупки, что нам это не нужно. Нет, все-таки купили. Рассказал об этом мужу, естественно, мы поссорились. Я не знаю, что делать и как правильно поступить. Понимаю, что для мужа это огромное неудобство, в плане, что сейчас он не может нам обеспечить такие условия жизни, что родители, по сути, лезут в нашу жизнь, теперь будут решать, что покупать. Все это провоцирует ссоры между нами. Родители будто не понимают делать, как считают нужным и не ослушают меня. Муж также сказал, что никогда не будешь считать это своим энтузиазмом, нет, никакого что-то делать в этой квартире. И как-то туда вкладываться. Вообще говоря, ключевой момент здесь, я бы сказал, в контексте вот ваших взаимодействий с мужем, да, ключевой момент, заключается в том, что вы пропускаете моменты ссоры и изменения, порчи, если угодно, отношений ваших с мужем. То есть вы просто говорите, вот, отношения с мужем испортились, и я согласился на предложение родителей. То есть, есть такое ощущение, что вы это делаете, ну, вот, не столько для себя, да, вот, ну, например, не столько для себя. Потому что вам так хочется, да, потому что вам кажется, ну, так, правильным, например. А как будто бы для мужа вы это делаете. Вот. То есть, как это выглядит, да. Это выглядит так, что вы, как будто бы, вот, ну, самостоятельно, ничего не делаете, не выступаете здесь. При этом пропускаем свой вклад и свою личную ответственность за конфликты между вами и ее. Вашим мужем. И свой личный вклад и свою личную ответственность в отношениями с водителями. за свои личные границы. Которые, к сожалению, судя по тому, что я вижу, мягко говоря, вы не очень сильно защищаете. защищаете. Отстаиваете. То есть, вот, как-то так получается, что личные границы для вас свои защищают, отстаивают. Это, по сути, это, по сути, означает отбиваться. И, на мой взгляд, это является серьезной проблемой. Что вам, как будто бы, тяжело выставлять границы родителям. Как будто бы вы с трудом это делаете. И очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, чтобы постараться понять и увидеть, в чем конкретно, тяжесть для вас, этого, из-за чего происходят ссоры с вашим супругом. Это все желательно поисследовать. Увидеть проявление некоторой зависимости вашей, некоторой несамостоятельности вашей, в текущей ситуации. Это позволит вам получить возможность себя как-то размещать более активно, чем вы это делаете сейчас. Да? То есть сейчас вы делаете это довольно пассивно. И как будто бы в связке с мужем. Само собой, ничего хорошего из этого не получится. Дальше. Следующий момент. Вам необходимо исследовать психологическую игру в скандал. Потому что то, что вы говорите, естественно, с мужем поссорились, свидетельствует о наличии серьезных проблем в отношениях. У меня появилось такое чувство, что... Ну, может быть, я не прав. Но у меня появилось такое чувство, что вы ждете от своего мужа, что он... Ну, как-то вот знаете, возьмет и все сделает, все решит. Такое у меня ощущение появилось. То есть появилось ощущение, что... Как-то вы от человека все время... Ну, знаете, чего-то ожидаете. Вот так я бы сказал. Не особо при этом... Как-то... Задавая вопрос... Ну, себе. А может ли муж это делать? Хочет ли он это делать? Чего хотите вы и... Что делаете вы... Для того, чтобы... Ваши желания... Были... Ну, или были, или... Стали... Реальностью. Вот. Это... Очень важный... Момент. Как мне кажется. Возможно. Эм... Вас... Что-то сдерживает. Ну, то есть, может быть, вас сдерживают как раз-таки... Определённые чувства перед... Родителем. Чувство вины, может быть, страх. Может быть... Что-то ещё. У родителей не получилось бы... Как вы говорите, лезть в вашу жизнь, если бы... Вы... Им этого не позволяли. А раз вы позволяете это... Значит... Точнее, раз они лезут... Значит, вы позволяете. То есть, сделаете что-то для того, чтобы их поведение стало возможным. Вот. Понимаешься, да? И... Поэтому мне видится... Эээ... Ситуация вот такой. Мне видится... Необходимость... Работы... С личными границами... Вашими. Эээ... Необходимость работы... По... Эээ... Налаживанию... Отношений с мужем. В устраивании... Эээ... Ну... Эээ... Качественных взаимодействий с ним... Эээ... Сейчас, понятное дело, этого не происходит. Эээ... Проработку своего... Своих отношений... К родителям. Что и как вы... По... Отношению к ним... Чувствуете... Как... Может быть... Позиционируете... Себя... Вот... Эээ... С ними... Как... Как вы... Воспринимаетесь... себя, относитесь к себе, видите себя. Именно вот в контексте взаимодействия с родителями, с родителями и мую. Иными словами, для меня то, что вы описываете, выглядит как некая такая борьба, вот. То есть некое такое, знаете, как бы сказать, некое перенаправление того, что вам хочется, вот. На другое, на другой момент, на другую историю, на другие сферы, так сказать. Так сказать. Вот. То есть вы не решаете за этими конфликтами свои главные проблемы, как мне кажется. Проблема своей состоятельности, вот. Проблема, вероятно, своей самооценки. Вот. И когда это будет решено, когда вы будете замечать, чувствовать себя, тогда вам будет легче взаимодействовать и взаимодействовать с родителями, не конфликтуя с ними, и в общем и целом с своим мужем тоже будет легче взаимодействовать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok